Всем привет, мои хорошие! С вами я Светлана Атан, Мерсин, Турция. Кто со мной не знаком, сегодня я познакомлюсь с одной моей новой знакомой, которой мы познакомились на соцсетях. Ну, по-моему, Ютубу, конечно, она смотрит мои видео и приехала в Мерсин и хочется вас встретить. Вот я выбежала. Очень приятная женщина, красивая женщина. Познакомлюсь, может, и вас тоже познакомлю, если она согласится. Мои хорошие, а вот моя новая подружка Ольга. Ольга, ты откуда? Приехала, рассказывай. Из Нижнего Новгорода. Она в Мерсине не первый раз. Она... Сколько? Расскажи ты вообще, как попала ты в Мерсину? Это... Раз в пять, наверное. Ну, восемь лет назад родители купили здесь квартиру. И очень рады этому. Тебе нравятся климаты? Климаты, люди, все нравится. Летом нет проблем с жарой? Нет, нет. Зимой? Зимой с холодной. Посмотрите, друзья мои, какая у нас зима. Кстати, плащи очень жарко сейчас. Да, очень жарко. Посмотрите, какая у нас зима. Это разве зима? Канун Нового Года. Осталось мало. Мои хорошие. Вот сейчас мы с Олечкой погуляем чуть-чуть, а потом поболтаем, еще с вами поделимся информацией, поговорим. Вам же интересно. Мои хорошие. Такой концерт у нас на набережной. Друзья мои, вот моя подружка Олечка. Каждый зарабатывает себе на жизнь, как хочет. Видите, как красиво. Моя любимая набережная. Вот здесь вот я хожу, купаюсь. Меня спрашивали, где вы ходите купаться? Да, я говорю, вот я здесь купаюсь. Здесь летом зонтики ставят. Здесь вот такой туалет. Переодевалка. В общем, друзья мои, вот в этом месте я хожу, купаюсь. Нормальный пляж и чистый пляж тоже. То есть в центре города, в районе Мерсин, в Миро Шефер, вы можете спокойно пойти позагорать. Вот. С Олечкой познакомились. Добрая душа. Такая, как я. Как такую красоту можно не снять. Вот такой вот сервис приносят, делают в кафе. Как называется оно? Каве де позу. Находится оно вот на этой набережной. Классно здесь, друзья мои. Время сколько сейчас? Пол пятого. и тепло пока. Ну, а мы с Ольгой продолжаем общение. Заказали вкусняшек. Ждем нашего заказа. Хорошо сидим. Да, хорошо сидим. И попозже с вами пообщаемся. Мои хорошие, посмотрите, какую вкуснятину нам принесли. Ну, как можно это не покушать и не сфотографировать и вам не показать? Вот сейчас с Олечкой будем мы сидеть. Вот мы на аргиле будем курить. А! Вот так вот мы развлекаемся и знакомимся. Приезжайте, Мерсин. И я с вами тоже посижу. Мои подвиги блогера. Мои подвиги блогера. Сила нато. Мы сейчас покушаем, а потом и интервью. Небольшое, короткое я сделаю. Эфендивны. Пардон, пардон. Так, ну что, мои хорошие, мы с Олечкой поужинали, пообедали и позавтракали сразу. И сейчас ответим на пару вопросов, которые вы задаете мне часто. И вот она ответит вам на них. Мы не подготавливались, это все спонтанно. Экспром. Экспром. Табеки. И, знаешь, вот часто задают мне вопрос. не страшно ли здесь вот приезжать сюда? Как относится население турецкое к нам русскоязычным? Какая здесь ситуация? Что ты можешь сказать? Здесь очень спокойно, очень комфортно, люди очень отзывчивые, всегда подскажут, всегда помогут. Вот тут такое мнение, что в транспорте, я вот удивилась, что в транспорте никогда не уступают мужчины месту, например, женщине или женщине постарше, там, взрослым. Нет, я даже буквально вчера ехала до Лоши, и мне сразу же начали уступать месту. Пожалуйста, пожалуйста, так приятно было. Такие моменты есть здесь, они как-то так очень внимательны. очень радуются все, когда узнают, что Руссия, Руссия. Очень хорошо к нам относятся все, не знаю, очень теплые люди. Все мирно, спокойно. И еще ты слышала о том, что здесь строят атомную электростанцию. Да, да, слышала. Тоже очень часто задаваемый вопрос, вот как ты относишься к этому? Вот я, например, сейчас расскажу свое мнение. Атомная электростанция, вот можно показать, расскажу на примере. Допустим, у меня в комнате газовый баллон. Когда я мужу задала этот вопрос, он мне привел такой пример. У тебя газовый баллон на кухне, ты же тоже считай каждый день на бомбе, но мы же соблюдаем правила безопасности, и все соблюдают. Поэтому мы живем и получаем от него только положительный газ, тепло, и еду готовим, все. Такая же ситуация и с этой атомной электростанцией. Она, во-первых, вы сами знаете, что в Турции очень все хорошо строят, там не будет никаких ошибок, и от этой атомной электростанции у нас появится электричество, то есть электричество подешевеет. Понимаете, только столько много очень плюсов. Поэтому я совсем не парюсь, не переживаю по этому вопросу. Она находится и далеко, и нет необходимости переживать. но вот а ты как-то тоже так считаешь? много наоборот блага будет от этого. Мне кажется, что это все относительная такая, да, тревога. потому что мне даже страшнее, когда у меня баллон действительно дома, и когда чуть что-то там начинает запах газа появляться, наоборот настораживаешься как-то больше. Лучше, чтобы это было централизовано все. Ольга, ты живешь, вот расскажи зрителям, в каком районе ты живешь, и что бы ты посоветовала русскоязычным, которые хотят приобрести квартиру в Турции, в Мерсине. Какие районы ты вот может знакома или нет? Вот расскажи, пожалуйста. Ну, я живу несколько отдаленно от самого города Мерси, немножечко в стороне Чешмели, да, Крагопенера, Чешмели, да. Комплекс Липариси, у нас деревня называется, мы любя деревню называем это Мерси, потому что там в основном уже такие, как дачные комплексы летние, турки тоже там покупают квартиры, хотя у нас вот в комплексе больше все-таки русскоязычных людей, и в Казани очень много, и из Москвы люди покупают квартиры, квартиры очень комфортные, большие, с большими террасами, немножко свет вот так подержу, с большими террасами, вид на море прекрасные. далековато. Ну, да, дальше от центра, но в этом тоже есть плюс. Очень чистый пляж, очень благоустроено все, и в комплексе постоянно следят за инфраструктурой, и стараются постоянно улучшать ее. Очень нравится. И очень мирно, даже, несмотря на то, что у нас немного в комплексе, живут только с семьей покупают квартиры, и тем не менее, очень мирно все живут, очень всем помогают. В зоне барбекю, когда что-то у кого-то случается, все тоже друг друга поздравляют, все очень здорово, все поддерживают друг друга. Ну, а какой бы ты район порекомендовала, вот если бы, допустим, была возможность у тебя, ты бы хотела остаться там или переехать сюда поближе? Здесь, конечно, более такое мизитли, мизитли, да, посмотрите сами, более район живой, органичный, здесь больше движухи, скажем так, конечно, здесь лучше, там более спокойно, уединенно, такая деревенька моя. Да, туда можно приезжать, вот именно, когда ты устала от городской суеты, именно там отдыхать, а если вы хотите находиться в движении постоянно и что-то исследовать, то желательно, конечно, вам перебраться вот сюда, я не то, что призываю, мизитли, да, и знаете, что вот у меня появилась моя близкая знакомая, тоже партнер компании ГИГОС, Глобал Интерголд, она занимается недвижимостью, около пяти лет этим, и если у вас будут какие-то вопросы, я могу прямо направить ее к вам, потому что я неведома в этой отрасли недвижимости, это для меня далеко, а вы мне задавайте очень часто вопросы, так что если вас будет заинтересует тема недвижимости, пишите мне в своих комментариях, ну и не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, и вот мы будем заканчивать с Олечкой, мы продолжим беседу, а вы смотрите наше видео и будет еще интереснее, пока-пока, пока-пока, приезжайте в Мерсин, здесь здорово, с нами здорово, и вступайте в мой бизнес, посмотрите, как мы хорошо сидим вечером, камин у нас, плед нам дали, вот зарядник принесли тоже, все условия, комфорт, субтитры сделал DimaTorzok